Вы все смотрели про Божьих генералов? Читали, да? Читали про Божьих генералов, да? Да? Удивительные были люди. И видите, Бог через низ такие чудеса делал. Да? И многие эти Божьи генералы спотыкались. И тот, который написал эту книгу о Божьих генералах, тоже споткнулся, да? В чем же проблема? Вот это несоответствие внешнего и внутреннего. И если такие Божьи генералы были на втором уровне святости, понимаете? Я тоже на втором уровне святости. И 90% преподавателей, которые к вам приедут, они на втором уровне святости. Ну, если я на втором, то как они могут быть выше меня? Понимаете, да? Я уж точно на втором уровне святости. Вот притеченное служение, говорю на языках, правильно проповедую, Ну, в общем-то, у меня таких, ну, таких заметных грехов нету, да? Что я думаю, это мои дела. Правда? Ну, вы не находили у меня особых грехов, да? Ну, моя жена, она меня лучше знает, понятное дело. Вот, поэтому я говорю, что я с вами, и с женой, немножко другой человек. Это как Гитлер. Вы знаете, он был совершенно другой человек со своими друзьями. Я вообще много себе очень качеств таких, как у Гитлера нашел. И, да, я понял, что если бы во мне хотя бы вот чуть-чуть больше было бы чистолюбия и меньше лени, из меня великолепный Гитлер бы получился. Ну, может быть, я не преследовал бы евреев, но нашел бы, кого преследовать. Проблемы в этом нет. Это у нас второй уровень святости. Видите, какая самая большая опасность второго уровня святости? То, что внешнее, да, внешнее чудесное, прекрасное внешнее, оно не всегда соответствует внутреннему. Человек находится в конфликте с самим собой. Знаете, как я устал от этого конфликта с самим собой? Вы не можете его образить. Если у человека просто нет совести, ну, или он привык, или это он считает все нормальным, то нет. Но я так устал от конфликта с самим собой. Вы замечали, как у меня бывают часто срывы, да? Хороший, 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 хороший. А на выме наступит, сразу мурло, к возле морда моя, и вылазит. Если вы думаете, что вы лучше меня, то встаньте сюда и расскажите мне. Кто-нибудь так? Правда? Да. Просто я вам скажу так. У меня, в общем-то, по большому счету, по барабану, мой авторитет. Да. Я правда говорю. Я дожился до этого дела. Я был перфекционистом. Может, мы поговорим пятницу об этом, что это такое. А потом решил сделать себя разгильдяем. Вот тут для кого-то проблемы, понимаете, опоздать. Я специально на служении не один раз, а много раз пытаюсь на субботе на служении опоздать. Все делаю для этого. Чуть приезжаю вовремя. Ну, такая вот вредная моя, гнусная природа такая, понимаете? Вот. Поэтому я могу о себе говорить. Для меня это уже не проблема. Если вы будете о мне думать хуже, ну что ж, в чем хуже для вас? Потому что моя хуцпа говорит, что это тогда будут ваши проблемы, если вы обо мне плохо думаете, да? Понимаете? Вот. И, значит, первая такая опасность, мы говорили, это гордость человека, да? Он все знает, и его внешний человек, его внешнее не соответствует внутреннему. И еврейская традиция тоже говорит, видите, я пользуюсь и пасторами, и все. Почему? Потому что мы какие евреи? Нового Завета, правда? И когда мы говорим об этике, есть какая-то особая христианская этика, которая отличается от иудейской этики? Помните, говорили, нету, да? Нету особых заповедей, да? Просто люди оторвались от своих корней и думают, вот Ветхий Завет, вот он такой плохой, а Новый он такой хороший. И все здесь, это не так. Раби Хинина Бендоза говорил, Бендоза, сын Доза, а не Мендоза, говорил, мудрость, которая предшествует боязи греха, прочна. То есть, что он должен быть? Боязи греха. Или, как мы говорим, страх Божий, да? Страх Божий предшествует мудрости. А есть люди, у которых мудрость предшествует страху Божьему? Есть. Я очень мудрый человек. Я страшила мудрый. В другом переводе мудила страшный. У меня уже иголки лезут из головы. Мудрости полно. Но вот осознаваясь, что такое страх Божий, ну вот, ну может быть, я на первую ступеньку этого стал. Да? Я вам говорю, вторая ступень, вот святость, это хорошая. Это хорошая ступень, это нормально. И настоящих, вот таких верующих, плодотворных, это 90%, 99% может даже на этой ступени находиться. И Божьи генералы, и многие другие. А? Пятикратно. Ну вот это пророк, евангелист, учитель и так далее. Это мы по, по-моему, Ефесянам, да? Посмотрите, там есть. Да. И вот мудрость, которой предшествует страх Божий. То есть, страх Божий. Страх Божий у вас есть? Есть. Самый храбрый человек. Понимаете? Страх Божий, когда вы людей не боитесь, да? Но боитесь Бога. В чем смысле Бога? Вы боитесь огорчить Бога, да? Бог, он не просто внутри вас или где-то рядом. Он уже становится вашей сущностью. И если вы огорчите Бога, вам очень плохо. Вам очень плохо. Ну ладно, учитесь пока хотя бы не огорчать преподавателя. Когда преподавал Иоанн Крыштадский, однажды один класс рыдал. Вы читали жизнь Иоанна Крыштадского? Один класс рыдал только потому, что им задали много по латыни, и они не выучили уроком. Они рыдали. Иоанн Крыштадский рыдал вместе с вами. Я вот тут уже больше 10 лет, наверное, в институте. Из них преподаю 8 лет, да? Я еще такого случая ни разу не видел. То есть, страх Божий, да? Чтобы класс рыдал, и чтобы я вместе с классом рыдал. Ну, чтобы класс рыдал после теста, тоже, понимаете, не сильно. Такого не видел. Да. Некоторые расстраиваются, конечно. То есть, видите, это страх. Это глубокий страх, да? Чем-то обидеть, оскорбить Бога, да? Внутренне оскорбить Духа Святого. Вот если у нас идет от страха Божьего к мудрости, это хорошо, да? Начало мудрости, да? Страх Божий. А у нас начало страха Божьего бывает мудрость. Так и так человек идет к Богу. Но все-таки мудрость, которая предшествует боязни греха, прочна. Но мудрость, предшествующая боязни греха, неустойчива. И вот это Раби Хедина говорил. Когда дело преобладает над мудростью, мудрость прочна. Но когда мудрость преобладает над делом, неустойчива. То есть, помните, то же самое мы говорили об выполнении заповедей, да? Что есть люди, которые без заповеди, вот, и они вроде бы мудрые, и вера их без дел, подобно чему? Дому без фундамента, да? Раби Елизар, сын Азарий, говорил. Без учения нет обходительности, без обходительности нет учения. Без мудрости нет страха, без страха нет мудрости. Без понимания нет познания, без знания нет понимания. Без муки нет тары, без тары нет муки, да? Когда говорится, «эн кэмах», да? Говорится, кэмах – это мука, выйти до мука, она связана с чем? С на напряженной работой, да? Без терпения, можно сказать. Нет учения, да? То есть, без муки нет тары. И он же говорил, Раби Елизар, «Тот, у которого мудрость пребывает над делами, подобен дереву с многочисленными ветвями и немногими корнями. Подует ветер, вырвет дерево и опрокинет его, как сказано. И будет он, как можжевельник степи, и не увидит, как придет благо, и будет жить в выжженной пустыне, и на земле бесплодной, необитаемой, однако тот, у кого дела преобладает над мудростью, он подобен дереву с немногочисленными ветвями, но многочисленными корнями». Похоже это на образ дома на фундаменте и дома без фундамента, правда? «Пусть сойдутся и станут дуть все ветры мира, не смогут сдвинуть его с места, как сказано, и будет он, как дерево, посаженное у воды, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зеленеет, и во время засухи не боится оно, и не перестает переносить плоды». То есть, не перестает переносить плоды. То есть, видите, это что? Опять-таки, второй мудрости, второй этап святости, как мы говорим, и вот первое, значит, чаще всего вот эта гордыня, которая связана с тем, что внутренний человек и внешний человек, да, они различаются друг от друга. Если бы они были совершенно одинаковые, да, либо человек этот был бы праведником абсолютным, либо этот человек был бы другим. Но внешне у нас идет раньше внутреннего. В этом проблема. Второе – это готовность к компромиссу с врагом. То есть, мы иногда соглашаемся на существование какого-нибудь грешка. Ну, такого. Ну, это не грешок, так, это мелочь в жизни. Помните, мы каждый имеем свои определенные наследственные качества, и то, что для одного не является грехом, да, у другого человека, может, как говорится, запинать его всю жизнь. Запинать, то есть, пинать его, пинал этот грех, его пинал, да, и запинал таким. И даже если этот человек не пал, да, ну, в делах он подобен тому, который строит дом. И что с делами его будут? Будут они гореть, да? Будут они гореть. И поэтому очень серьезно для верующих, в особенности верующих Нового Завета, здесь есть, да, очень много благодати, ну, и очень много требовательности. И еще больше требовательности. И третье – это вот мое самое страшное. Ну, конечно, граждане тоже есть, ну, так-то немножко, немножко меньше, чем у вас. Понятно. Своё время у меня побольше, чем у вас. Я шучу, естественно. Никто не знает свою меру гордыни, меру смирения, пока не будет испытан. Правда? Вот, и третье – это лень бороться и нежелание терпеть. То есть, я очень ленивый и несерпеливый человек, да? Вы видели. Да, очень ленивый и несерпеливый человек. И это всё, видите, нужно вырабатывать в терпении, потому что Ишоа был очень терпеливым, да, как он сам претерпел, был искушён, то может и искушаемым помочь. Значит, первое, мы говорили, это что? Это гордыня, да, и несоответствие внешнего человека, внутреннего. Второе – это готовность к компромиссу с грехом. То есть, какой-то грех у нас всё-таки остаётся. И мы его терпим, и мы с ним живём, в общем-то, привыкли. Знаете, как больной с какой-то хронической болезнью. Ну, болит так, поболит – перестань. Всё, никто не видит. Я здоровый, я весёлый, я хороший. И только с помощью Ишоа мы можем исцелиться от этих вещей. Я вам не буду подробно говорить, но третий уровень святости – это святость в мысли. Третий уровень святости – это святость в мысли. Святость в мысли. Вот человек доходит до такого состояния, что оказывается, ну, по крайней мере, он так начинает думать. Всё, что я делал, это вообще, оно оказывается настолько ненужным. А то, что нужно, я не делал. Жизнь закачивается. А я ужасно. Я в ужасном состоянии. Пять лет назад у меня было смертельное такое вот положение, когда я мог быть убитым. И, вы знаете, я прочитал молитву Шмайи Среи, я был спокойный, я был уверен, что я иду в рай. Я тоже сейчас уверен в своём спасении. Но, когда я начинаю думать, что такое, как я и есть, я предстану перед Богом. Мне становится очень страшно. И я очень благодарю Бога, что Он чудесным образом дал эти пять лет жизни, и, может быть, даст ещё сколько-то. Правда? Вот. И человек начинает понимать, что есть другой уровень святости, гораздо выше того, на котором он сейчас находится. Я ещё не перешёл на третий уровень. Я просто понимаю. Вот он близко подошёл ко мне на третий уровень. Он меня пугает. Я вообще боюсь перемену в своей жизни. Понимаете? И человек начинает понимать, что он не победил ещё свой грех в мыслях. И ловит себя на том, что периодически предаётся греху в мыслях. То есть время от времени. Да, я не делаю внешних грехов. Но в мыслях своих, в своей гордыне, в своём, вот как говорится, человек, злословие ближнего, да, наверное, чаще. Я люблю судить людей, я осуждаю их. Я не осуждаю их на словах. Потому что я понимаю, что на словах осуждать нехорошо. Но в мыслях я постоянно всех вас осуждаю. И есть за что. Правда? Тем более я осуждаю других людей. Особенности тех людей, которые близки мне и так далее. Мы свой грех видим в других людей. И человек ловит себя на то, что периодически предаётся греху в мыслях. Время от времени. Ну, время от времени. Если кто такой, где у нас порой честно жить не хочет. Потом оказывается, что ты каждый день постоянно заставляешь себя честно жить. Но всё равно, и не только порой, а честно жить не хочешь. Понимаете, как это страшно? Если у кого-то не было, вы счастливые люди. Но если Бог вам даст до этого дожить, вы до этого доживете. Это хорошо или плохо? Это очень хорошо. Но это страшно. Я вам скажу. И человек принимает, наконец, решение победить грех в своих собственных мыслях. Да и в истину героическое решение. Я понимаю, что нужно ещё делать. Но я так, честно говоря, смотрю ещё на эту большую гору. И второй уровень святости для многих длится долго. Это не месяцы, это годы. Видите, 16 лет прошло. Поэтому принятие решения победить грех в мыслях – это героическое решение. Третий уровень святости – это время выхода на качественно новый духовный уровень. Видите? Пленяем всякое помышление послушания Христу. То есть, мы можем иногда контролировать свои мысли. Но можем ли мы всегда контролировать свои мысли? Да? И только, чем больше мы начинаем их контролировать, тем больше вот это всё вылазит. Я вам честно говорю. Ну, мы, конечно, можем избегать каких-то вещей, на что-то не смотреть, что-то не слушать. Но, вы знаете, даже если люди находились, они там в таких кельях, и всё равно они воевали самим собой. Потому что всё равно мысли, мысли от своих мыслей никуда не уйдёшь. А я так, как я привык постоянно мыслить, то у меня такое зацикливание, Володя, происходит. Как компьютеры зацикливают программы, все виндовсы завысили. Вот, и сидишь так. Таким образом. Но на третьем уровне, безусловно, тот, кто переходит, уже на третий уровень, вот о нём и сказано, что верующий перестаёт грешить. Потому что, если у него уже перестаёт грешить он в мыслях, он не будет уже грешить и в словах, да? Это всё, опять-таки, о контроле. Как бы вы ни ставили свой контроль, свою речь, если у вас появятся мысли, рано или поздно это вылезет, да? И Бог, наоборот, уже будет ставить вас специально в такие ситуации, когда это будет вылазить, да? Ну, по милости Божьей, это не вылазит для всех. Но если это вылазит для самого себя, это уже неплохо, правда? Ну, а четвёртый уровень, это вообще... Четвёртый уровень, это уровень суда. Но я теоретически могу себе представить это, когда уже абсолютно нет гордости, человек лишён всякой гордости, да? Очень редкие люди доходят до такой уровня. На четвёртом уровне святости, от гордости человека не остаётся и следа. Но Моше, я думаю, тоже был где-то на уровне втором, переходящим на третий, потому что, смотрите, он был какой? Кратчайший человек, да? Да. Но он не был смиреннейшим человеком. И один раз в жизни это его несмирение так и проявилось, да? Но если мы где-то уже третьего, четвёртого уровня, и нет у нас уже плохих мыслей, да? И Моше был бы действительно смиреннейшим человеком, он бы не сделал то, что сделал, да, в конце своей жизни, когда он там обругал Израиль, ударил там палкой и так далее. Да. Может быть, кто-то и достигал редко, но мы должны, не наше дело судить других, да? Давайте будем достигать самих себя. Это первое. Сейчас, это первое. Это первое. Во-вторых, Моше был в благодати Божьей, но благодати Ишева, я думаю, она ещё выше. Да. И Давид был в благодати Божьей. Но Давид всё равно грешил. Даже апостол Павел, видите, как интересно. Сначала говорит, я такой, я к вам приду, я вот тут шороху наделаю. И вы смотрите, вот скоро приеду, вот приедет барин, да? Вот скоро он приедет. Потом он говорит, ну, я, знаете, ну, вообще-то я, конечно, наименьший из апостолов. Ну, посреди с вами, я, конечно, ещё ничего. Ну, из всех преподавателей, которые тут приезжают, я наименьший, конечно. А потом он говорит, я хуже вас всех, да? Хуже. Вообще такого человека плохого не было. Стал ли он сам хуже? Нет, но его я постепенно уменьшалась, уменьшалась и стала ниже Плинтуса. Так что я думаю, что апостол Павел, по крайней мере, действительно был именно таким человеком, достигшим четвёртого уровня. Ну, а на каком уровне ваш пастор, я не буду. Сами рассуждайте. Или кто-либо другой. Видите, своё я. Ну, вот теперь мы перейдём отношение к речи. Отношение речи. И мы видим, что если у нас не будет, по крайней мере, третьего уровня, рано или поздно, это в отношении речи, будет у нас сладкая течь вода. И какая? И горькая будет течь вода. Ну, вот человек так устроен, да? Человек так устроен. Не может. А течёт, да? Вот смотрели, да? Смотрели гоблиновский перевод «Звёздных войн»? Нет? Ну, говорит, а роботы там такие, а там мы, говорит, в подводных городах, там нам роботы не страшны. Ну, говорит, роботы бывают разные. Конечно, железные, они проживее. А бывают ещё деревянные, типа Буратино. А деревянные роботы, говорят, не могут. Правильно, не могут. А ныряют. Ну, не могут. А ныряют. Хорошо. И помните, мы говорили ещё о таком качестве речи, что это самое худшее. Одно дело, когда человек злословит и говорит, и контролирует это сознанием, да? Другое дело, когда он не контролирует это. Вот наш знаменитый русский мат, да? Я ругаюсь матом. Честно поднимаю руку. Вы не знаете? Если мне наступят на выемы, я вы ругаюсь матом. Ну, в нормальной речи я не ругаюсь. Но могу. Но могу. Понимаете? А есть люди, которые абсолютно говорят это. И даже не замечают, что они это говорят, да? Это самый страшный такой тип засловия. Вот. И здесь Шапавала пишет. Наверное, многие из нас сегодня до конца не отдают отчёта о том, что такое слова. Видите, словом Бог сотворил мир. То есть, слово – товар, да? Это и материальная вещь. И так же и в русском, и в украинском языке. Да? Смотрите, мы говорим радиовещание. Это не значит, что по радиовещи передаются. Да? И мы говорим речи, не говорение. И мы говорим речь по-украински. Маешь речь. Да? Вот. То есть, видите, вещь материальная, она кажется и в украинском, и в русском языке. И в иврите она то же самое, что слово. Словом Бог сотворил мир. Всё видимое и невидимое. Словом Иисус Христос исцелял тяжелобольных и коллег, изгонял из людей бесов, возрешал мёртвых, успокаивал бурю. Мы же, люди, часто бездумно и свободно разбрасываемся словами, не думая о последствиях. Ещё несколько десятилетий назад мужчины стыдливых стыдились мирословить присутствие женщин. Зато сегодня многие представительницы прекрасного пола упражняются в этом не хуже мужчин. Матерщина вошла в лексикон даже школьников младших классов. С матом на устах сегодня садятся в автомобиль, в самолёт, спускаются в шахту, реагируют на несчастный случай. Русский язык всегда отличался от других языков красотой, гиплостью и разнообразием. Не даром его называют великим и могучим. Но огромное число русскоговорящих взрослых детей зачастую вставляет свою речь матерщину и даже заменяет ею остальные слова. То есть, есть определённый артикл. Вы говорите, а в русском языке, б, л. Ну, блин, если это без чего-то. Вот, и я так спою, да, постой, не стучите, колеса, кондуктор, нажми на тормоза, а что, не говорят так люди? Говорят. Хорошо. И вот в конце 20 века основатель института квантовой генетики, биолог, ученый Петр Горяев взялся за исследования, которые позволили создать аппарат, переводящий человеческие слова в электромагнитные колебания, и прослеживал, как эти колебания влияют на молекулы наследственности, ДНК. С помощью этой современной технологии стало возможно проверить, как отложаются на живом организме хорошие и добрые слова. Выяснилось, что некоторые слова могут оказаться страшнее взрывчатки, они просто взрываются в генетическом аппарате человека, на ДНК. Кстати, многие матерные слова связаны именно с размножением, да? Это конкретно проклятие, конкретное проклятие. И оказывается, только сейчас доказала наука, раньше наука говорила, что Бога нет, да? Сейчас наука наоборот доказывает, что Бог есть. Но это не вопрос науки. Но оказывается, вот все наши слова, да? Мы произнесли слово перед женщиной, перед ребенком, и все. В самой генетике, в самой ДНК происходит изменение. Искажая ее наследственные программы, вызывая мутации, а мы удивляемся, откуда тут одни мутанты лазят? Да? Ну, все, на все связано. На радиацию, радиация всегда была. И плохие условия всегда в плохих условиях жили, в тех или иных плохих условиях. Во время отборной брани коррежатся и рвутся хромосомы. Мат обладает качеством блокирования созидательных процессов в организме человека. И видите, слова мат и мать, как бы случайно, имеют один корень. И так как с матом связано много отрицательных эмоций, то они передаются и слову мать. Да? Знаете плакат такой? Берегите природу, мать вашу. Правда? А вообще-таки, то, что раньше, 20 лет назад, люди вообще не понимали, да? Вот сейчас скажешь, голубой гусар. Какая книга, я читал. О чем вы подумаетесь? Это декабрист Лунев, это был чистый, беспорочный человек, да? Голубой. Все совершенно другое. Видите, даже я вам показываю, вот иврит, да, божий язык. И дьявол делает то, чтобы мы нормальные еврейские слова, дьявол не буду говорить какие, да? Вы уже некоторые слышали, мы воспринимали как что? Как мат, да? Видите, как это все делается? Изменяется сама структура языка. Матерщина имеет отчетливо выраженную культовую функцию в славянском язычестве. Она широко представлена в обрядах и носит ритуальный характер. Одновременно с этим матерщиной имеет явно выраженный антихристианский характер. В древнерусских рукописях мат рассматривался как черта бесовского поведения. Помните, бес, да? Матерщина, это был бог шутки, кстати, бесовского поведения. Матерщина является языческим заклинанием. Она несла у славян функцию проклятия. Например, одно из матерных слов на букву Е, которое имеет славянское происхождение, переводится как проклинать. Другое слово, начинающее с буквы Ха. В древнерусском языке обозначало волхва, а также волховское действие, которое было связано с умершими предками. И этим возрастом в языческих ритуалах вызывали души умерших. Не, лех-леха, понимаешь? А на-ха, 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 на-ха. Здорово, да? А христиане тоже продолжают делать это. А остальные матерные слова, в основном, это имена языческих богов, то есть бесов. И человек, произносящий такие слова, автоматически призывает этих бесов на себя, на своих детей и на свой род. С матерными словами связано еще интересное наблюдение. В тех странах, в национальных языках, в которых отсутствие тругательства, указывающие на детородные органы, не обнаружена болезнь Дауна и ДЦП, детский церебральный паралич. Болезнь Дауна связана с патологией одной из хромосом. Да? И рождается умственно неполноценный ребенок. А детский церебральный паралич, ну, вы часто видели таких, да, детей, которые потом вырастают, и у них скрюченные руки, скрюченные ноги. Ну, это разрушает. И оказывается, в тех культурах, в которых нету матерных слов, ну, такие дети, может, рождаются, но чисто случайно. Да, сейчас мы уже, конечно, все находимся в общей культуре. В украинском языке, я помните вам рассказывал, что матерных слов украинских нету вообще. Все матерные происходят из русских. А русские – это уже от идол, с которыми они общались. Интересен факт, что многих заболеваний нет у животных только потому, что они не умеют разговаривать и тем более ругаться матом. Если человек при скверословии вспоминает половые органы, это оказывает на них негативное влияние. Поэтому матерщинники рано становятся импотентами или приобретают урологические заболевания. Помните, я вам рассказывал, чего болеют люди с разным характером, да, воры, завистники, да, и так далее. Итак, беда еще не только в том, что не обязательно ругаться самому. Знаете, не обязательно курить для того, чтобы получить рак легких, да? Можно постоять рядом с курильщиком. Поэтому не обязательно ругаться самому, но достаточно услышать ругань, чтобы страдали заболевания люди, живущие в окружении матерщинников. Мат употребляется с целью выразить откровенное зло, в котором есть гнев и осквернение. Он и выполняет свое предназначение, уничтожая ум, здоровье, как самих матерщинников, так и людей, услышавших его. Даже если это было случайно. Как в видимом мире есть скоропортящиеся продукты, так и память человека от сквернословия портится и гниет. Отсюда старческие болезни. Опять, те страны, где больше матов. Это склероз, общая атрофия, сердечная недостаточность и так далее. Посланники официанам. Вообще, я вам скажу сегодня, дьявол очень не хотел, чтобы я вам вот это прочел. Что я проснулся в 3 часа ночи. Я подумал, что я еще вам не говорил. Я помню, что я позапрошлом году что-то такое говорил, что я не говорил еще вам. И пошел искать книжку. Я нашел эту книжку, я сложил, видите, я кучу книг сложил. Это все было после 3 часов ночи. Потом ее лег, заснул, задремал. А потом проснулся от сильного сердцебиения. Аритмия. Знаете, когда выпадает. Если я внезапно как-нибудь умру, то не пугайтесь. Потому что я уже 2 раза умрел. Вот именно, понимаете. Я вам честно говорю. Дальше. Судостарческие болезни, склероз, общая атрофия, сердечная недостаточность. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для наследания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Да? И в Ефесянам 4 глава, 29 стих. Видите? И как сердце человеческое разращается, гнилые скверные слова и мат являются признаком духовного разложения. Сквернословие – это признак избытка скверных. Где? В сердце человека. Да? Если сердце человека не очищено, а переполнено грехом и горечью, то свернословие льется из него неудержимым потоком. Так постепенно в жизнь человека приходит проклятие, от которого необходимо освободиться. Вот видите, я освободился. Бог меня освободил от проклятия. И тут же мы сами попадаем под это проклятие. И наша страна оказывается проклятой. Сколько вы слышите мата на улице? Думаете, это все улетает? Ничего не исчезает бесследно. Помните, опять-таки, образ, когда стрела, пущенная человеком, облетает шар земной, и что? И вонзается его спиной. То есть, ни одно слово произнесенное, оно не остается без последствий. Либо это добрые слова, да? Либо это слова проклятия. Я тоже, вот еще такой у меня есть грех, и есть во мне такое хорошее помазание – благословлять и проклинать. Если я кого благословую, то я благословлю. А если я кого прокляну, то я знаю, да. И у меня был такой случай. Вы знаете, я вот, когда в гнебе, в злобе, я перестаю контролировать себя, но я не прокляну я кого-то, я начинаю проклинать себя. Да. Опять-таки, это результат неконтролируемого гнева. А гнев от чего происходит? От гордыни человека, да? Видите, все от гордости человека. Что-то где-то сняли и обидели. У человека можно обидеть, если он не захочет обидеться? Нельзя. Если у человека шалом в душе, мир, как бы вы его обижали, вы его никогда не обидите. Видите, внутренний человек. Ну, я вам еще раз про эту книгу «Обид» прочту, я, по-моему, не читал. Есть у каждого тайна книга «Обид». Начинаются записи с юности ранней. Даже самой удачливой не избежит неудач, несовершенных надежд и желаний. Эту книгу пред другом раскрыть не спеши. Не листай пред врагом этой книги страницы. В тишине, в несгораемом сейфе души, пусть она до скончания века хранится. «Будет много распутий, дорог и тревог, на виски твоей ляжет не тающий иний. И поймешь, научившись считать между строк, что один только ты в своих бедах повинен». Правда? В наших обидах кто виноват? Только мы сами. Вот еще тоже интересно. Наша душа, наш внутренний человек. Душа. Общежитие надежд и печалей. Когда твое тело в ночи отдыхает, о детстве, о сказочном давнем начале, во сне потаенная память вздыхает, и снятся мечте неземные открытия, и лень чуть стемнеет, все лампочки гасит, и совесть ночной комендант общежития вручится на железном матрасе. И дремлет беспечность, и стонет тревога, и снятся поля, крабленные кровью, и доблесть легла отдохнуть у порога, гранату в себя положил изглобья. А там у окна под звездою вечерней, прощальным лучом, освещенное скудно, на праздничном ложе, из лилии и тернии. Любовь твоя первая спит непробудно. Хороший стихий, правда? Я иногда даже плакать начинаю. Видите, иногда в отношении человека происходит маленькая трещина. Вот такое есть понятие усталость металла, да? В особенности в авиации это опасно. Когда эта трещина не видна на глаз, но она очень маленькая. Может быть, в микроскопе можно определить, ну, разве кто-то крыло самолета будет проверять в микроскопе, да? Потом бац, крышка правого, крышка левого, и все. Трещинка. Посмотришь, на взморе огромная льдина навеки с землей слилась воедино. Их не разлучит ни тещение, ни ветру, а тонкая-тонкая трещинка, еле заметно. Ах, трещинка эта, смиренная с виду тонка, словно лезвие давней обиды. Тонка, словно лезвие давней обиды. Упала на лед, а на черной нитью, сигналом разлуки, приклазом к отплытию. Хрустальный массив разделен и пронизан от края до края, от верха до низа. Весение трещинкой, тонкой, как волос. Фактически льдина уже откололась. Вот так и отношения между людьми, правда? Отношения между людьми. Еще наша жизнь, вы знаете, не надо сильно торопиться. Подобно воротам в пустыне. Мы часто спешим вперед, да? Знаете, был такой арабийный, Алявий, Схакис, Бердичева. И он встретил однажды еврея, который бежал по рынку. И спросил, куда ты бежишь-то? Говорит, я бежу своей парносой. То есть за своим заработком, да, парносом. Он говорит, ну, зачем ты, говорит, бежишь? Может быть, это ты убегаешь от своего заработка. И вот наша жизнь, она постоянно подобна убеганию от самого себя, да? Оно может просто остановиться. Ворота в пустыне. Синеют древние письмена в прохладную тьму, взроснет о пути своем. Где же мое счастье? Я не пойму, в грядущем или в былом. И снова он по кругу пойдет, подавив усталость и стон. А счастье только в тени ворот. Но об этом не знает кто. С одной стороны ворот написано счастье, да, в ворота счастья. С другой стороны. Мы проходим. А надо оставаться. Вот так мы проходим и торопимся, и теряем Божью благодать, да? Идем. Мы не можем не идти. Надо искать, да? Надо искать. Ну, еще, как говорится, мы часто смеемся над другими, да, видите? Если мы смеемся, это хорошо. Смеяться нужно. Но я еще раз говорю, не против смеха проблема, а когда мы насмехаемся над людьми, да, и других людей, тем самым делаем ниже себя. Но надо уметь над собой смеяться. Над собой умей смеяться. В грохоте и тишине. Без друзей и декораций сам с собой наедине. Ни над кем-то, ни над чем-то, ни над чьей-нибудь судьбой, ни над глупой кинолентой, смейся над самим собой. Среди сутолки модной и в походе боевом, на корме идущей кодну, шлюпки в море штормовом, смейся, презирая беды, то ли будешь впереди. Не царя, шута, в себе ты над собой учреди. И в одном лишь будь уверен, ты ничуть не хуже всех. Если сам собой осмеян, то ничей не страшен смех. Я вам скажу еще то. Ну, это уже относится будет к 10 заповеди, но раз мы сейчас говорим об этом, то упомяну. Люди очень боятся оказаться неудачниками, да? И это приводит часто людей к зависти. Ну, вся наша культура построена на зависти. Мы будем говорить о заповеди заповести. Ну, американская культура в особенности. Вы понимаете, это пунктик. Вот если ребенок чем-то переболел в детстве, у него это будет на всю оставшуюся жизнь. Я еще раз говорю, когда я говорю про американцев, да, вы понимаете, я отличаю верующих американцев, да, и отличаю ту американскую культуру, которая вторгается нам. Она божья культура? Абсолютно не божья. Должны мы с этой культурой воевать? Или должны мы ее принимать на раз? Правда? Мы должны брать лучшее, но от всего плохого мы должны отказываться. И вот такой пунктик, видите, страх оказаться неудачником. Надо всегда быть только первым. И только первым. Знаете почему? Потому что по большому счету вся американская нация, она формировалась от неудачников. Правда? Почему ехали люди в Америку? Потому что они не могли самореализоваться по каким-либо причинам, да, здесь. Но попав туда, я уж точно должен самореализоваться. Это я должен быть всегда первым. Если я не оказываюсь первым, а вторым, то все, крах моих надежд. Знаете, как я рыдал в школе, когда я когда-нибудь получал четверку? Я рыдал. Это было я... Катастрофа конец жизни была. И вот поэтому американцы всегда хотят, быть первым. Ну, вы понимаете, что все первыми быть не могут. Тем более сейчас, когда уже все вот это пионерские, вот эти все дела, я имею в виду пионерские, как пионеры, завоеватели природы, да, исследователи, они юный пионер Советского Союза. Они прошли. Значит, уже те, кто первые места, она не на первых местах. Поэтому что делают американцы? Устраивают разные конкурсы. Кто там больше яиц сожжет, или кто там больше громче крикнет, у кого рожа страшнее, чтобы обязательно быть первым. И вот смотрите, все наши эти телешоу. Опять-таки, да? Чтобы хоть чем-то выпендриться. А если нет, так что хоть твоя квартира была чуть-чуть лучше, чем от соседа. Твоя машина была лучше, чем соседа, да? И вот это вот качество, оно переходит к нам. Павел, он по большому счету был самым большим неудачником в свете, да? Знаете, я самый больной в мире человек, да? Я самый большой неудачник в мире, Павел. Он даже однажды себе решил пожалеть и написал целую главу о своих приключениях. Как он тонул, раз в 17 тонул, да? И ни разу даже глазом не моргнул. Как его били камнями, да? И так далее. Куда он не пойдет, ни разу с ним не было шагов без каких-то приключений. То его за Бога примут, а потом камнями побьют. То его просто камнями побьют, а то его говорят, ну, слушай, Павел, иди до завтра. Завтра-завтра, завтра-завтра, иди сегодня, знаешь. Слышишь? Это вежливая форма такая, отказывая. Правда? А если какие-то принимают, так потом смотришь. Ой-ой, а что же эти корифяны? И разве я им это вот рассказывал? Ну, смотрите, Павел Аполлос. Ну, несчастный человек был сейчас, Павел, да? Это так, с точки зрения мира. Я вам скажу, что среди всех несчастья он был самый счастливый в мире человек, да? Вот вы знаете, я при всем при том, я самый счастливый в мире человек. Часто меня, знаете, депрессия и сейчас, и без смерти меня осаждал. И вот этой ночи я с ним воевал. И конкретно были случаи, когда моей жене было в веслеформе здесь бесы. Понимаете? Воевал с бесами. Если вы думаете, что вы с бесами не воюете, значит, проблема не бесов где-то, а проблема у вас. Понимаете? Вот такая духовная война внутри себя, и буквально человек, который хочет быть праведником, я не говорю, не праведником. Но как только у тебя мысль появится такая, что ты хочешь быть праведником, сразу все бесы со всех концов слетались птицы, кто-то щит, помните? И со всех окрестных сел слетались птицы, концовщица в белой плоти. Вообще со всех окрестных сел сбегали с бесы, да? Итак. Видите, неудачникам. Неудачникам тоже хорошо быть. Налегай на весло, неудачник. Мы с тобой давно решены. Жизнь похожа на школьный задачник, где в конце все ответы даны. Но еще до последней страницы не дошли, мы не скрылись во мгле. И поют нам весенние птицы, точно так же, как все на земле. И пока нас последним отливом не утянет на темное дно, нам не меньше, чем самым счастливым от земли и от неба дано. И еще, помните, важное такое качество, о котором мы всегда забываем – забывать. Вот у нас скоро будет праздник, мы что-то выкинем из наших карманов, и Бог тоже выкинет, да? И будет он забывать. Если помнить все на свете, ставить все в вину судьбе, мы бы, как в потемках дети, залудились бы в себе. Утонув в обидах мелких, позовыв дороги все, мы кружились бы, как белки в безысходном колесе. А разве не так мы живем? Правда? Память и союзник строгий – забывание, забывание, а не забывание. Забывание – оно, за нее всегда в тревоге, вечно вдаль устремлено. Глядя в облачные дали, слыша дальные грома, зерна счастья и печали, честно сыпьте в их корма. Отметая от былого, за незримую черту, цепкой с зависти полову, мелких раз при суету, очищайтесь забыванием, за крова души своей, чтобы хлеб воспоминания не огорчил. Насклонен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова